Фасад словно оживает. Будущий реставратор Никита Грицевич примеряет, как будет смотреться деревянная резьба на наличниках. С начала лета юноша шаг за шагом восстанавливает уникальные украшения дома на улице Галактионовской. Буквально по крупицам, по старым фотографиям и с помощью специальной компьютерной программы вместе с наставником делал эскиз будущей резьбы. Нестандартный для деревянной Самары. Архитектурные элементы больше похожи на лепнину в стиле барокко. Самая сложная для меня была первая резьба, самая первая деталь, потому что я еще точно не знал, как ее вырезать буду. Для каждой детали нужно свой специфик, свое движение определенное. И потом уже, конечно, дело пошло быстрее. Это не просто прорезная пропильная плоская резьба, которую можно часто встречать на улицах нашего города, а это конкретно объемный рельефная резьба. Работа кропотливая и многоступенчатая. Сначала чертеж переводится на доску, потом электрическим лобзиком выпиливается контур. И начинается самое интересное. Специальными ножами создается рельеф. С ювелирной точностью вырезается каждый завиток, каждый лепесток. Вот такая грубая, необработанная и очень тяжелая липовая доска под умелыми руками мастера превращается вот в такие легкие, невесомые, искусные, очень тонкие элементы с гладкой поверхностью. Ну, настоящее произведение искусства. С материалом Никите помогли родители. Липовую доску привезли из Санкт-Петербурга. Специально делали заготовки без сучков, чтобы добиться идеальной чистоты украшений. Там изначально была липовая доска. То есть можно, в принципе, и по березе было резать, и по дубу резать. Намного сложнее, конечно. Липы – это намного легче. Всего Никите предстоит создать 10 деталей, по две на каждый из окон дома. Потом покроет их специальным защитным составом. Красить не будет, чтобы видна была фактура дерева, а рельеф сохранил уникальность. Фасад дома в рамках фестиваля восстановления исторической среды ремонтируют инвесторы и горожане. Завершить работы планируют к концу лета. Тогда же дом с полуторавековой историей, когда-то принадлежавший купцу и маловару Когану, вновь будет радовать прохожих удивительными барочными украшениями из дерева. Марина Кратцова, Алексей Золотенков. События.